12 постулатов физики микробиома. Целью данной работы является знакомство читателя с физическими характеристиками микробиома на основе доказательных решений, восстановления биоциноза, здоровья человека. Построение научной теории физики микробиома опирается на ряд постулатов, представленных здесь. 5 постулат. Репликация любого вируса проходит в клетке. В истории с коронавирусом во всем мире факт повышенной летальности вызывает главную озабоченность. Причиной летального исхода является существенное заполнение альвеол слизью и прекращение газообмена в них. Наличие в организме коронавируса влияет существенно на скорость заполнения альвеол слизью. Из практики нам известно, что наличие в организме динамического процесса размножения вируса значительно отличает этот вид размножения от размножения какого-нибудь другого микроба. На картинке вы видите последовательность репликации вируса. Это классический взгляд. В случае вируса сам процесс размножения выглядит мощным и скоростным. Это является фактом и требует более ускоренных медицинских вмешательств. Какая цель у вируса? Этот захватчик преследует только одну цель – размножаться. Специальные компоненты, входящие в его состав, помогают ему выполнить эту визию. Потенциальная жертва – внешняя оболочка тела клетки. При первом контакте вирус сливается с клеточной мембраной. Его внутренние войска входят в клетку, находят командный центр «Ядро», и затем внедряют в свое секретное оружие армию вирусных генов. Они разрушают клетку и превращают ее в вирусный завод. В конечном итоге клетка умирает, распадается на тысячи новых вирусов, и тогда начинается настоящее разрушение. Перечислим по шагам в физику репликации вируса. Шаг 1. Вирус находит нужную клетку и проникает в нее. Шаг 2. Проникнув в клетку, вирус внедряет в нее свою генетическую информацию. Шаг 3. Клетка забывает о нормальной жизни и становится фабрикой по производству новых вирусов. Шаг 4. Вирусы вырываются на свободу, убивая клетку. Шаг 5. Каждый молодой вирус повторяет шаг 1, то есть находит нужную свободную клетку и проникает в нее. Только таких поисковых вирусов великое множество, и каждый жаждет найти свою свободную клетку. Процесс инфицирования растет с очень заметной скоростью. Почему вирусу нужна клетка? Вирус – внутриклеточный паразит. Он использует для своих нужд структуры и энергию живой клетки. А теперь представьте себе, что этот процесс поиска нужной свободной клетки накладывается на процесс размножения микробной клетки определенного вида. Гиперболический рост скорости вирусной инфекции есть результат сложения скоростей микробного процесса размножения и вирусной репликации. Вот почему вирусная инфекция страшнее, чем любая микробная инфекция. Вот почему вирусная инфекция имеет мощное скоростное развитие, иногда приводящее к угнетению нормальной работы функциональных микробов в организме человека. И в конечном итоге зачастую к остановке работы функциональных микробов, а значит к летальному исходу. Остановка нормальной работы функциональных микробов происходит согласно закону биологической межвидовой конкуренции на фоне огромного и мощного размножения клеток бактерий для репликации. Вирус выступает здесь как однозначный ускоритель патогенного роста микроба. Наличие в организме коронавируса влияет существенно на скорость заполнения альвеол слизью. Именно скорость является тем самым фактором, который вызывает у нас повышенную озабоченность. Как погасить эту скорость? Вот главная цель при назначении терапии. Необходимо найти способ остановки процесса репликации вируса в клетке. И желательно, решение должно быть биологически лояльным. … Субтитры предоставил субтитры степь… Продолжение следует...